В Усинске и Усть-Кулумском районе люди с ограниченными возможностями перестали получать так называемые технические средства для реабилитации. Или, проще говоря, необходимые для лежащих инвалидов бесплатные подгузники. Нитрунеспособные уже написали письма с просьбой разобраться в общественную палату КОМИ и фонд социального страхования. Пикантный вопрос изучал Максим Басильев. Обеспечивать инвалидов бесплатными подгузниками государство сегодня просто обязано. Об этом говорит федеральный закон. Правда, не напрямую. Региональные фонды обычно заключают контракт с поставщиком, который и доставляет гигиенические средства по адресату. В КОМИ тендер выиграла красноярская фирма «Глобула». Вот только снабжать памперсами нуждающихся сибиряки почему-то не спешат. И у многих это вызывает по меньшей мере недоумение. Информация о том, кто нуждается в этих изделиях и кто должен обратиться, должен получить эти изделия по данным контрактам у поставщика есть и давно. По неизвестным нам причинам обеспечения этих людей не производится. Тех, кому памперсы или подгузники сегодня жизненно необходимы, в КОМИ около 5000 человек. Для них красноярская фирма «Глобула» должна была поставить больше полумиллиона гигиенических изделий. Причем по условиям контракта доставить именно по месту жительства. И вроде бы отправили сибиряки несколько тонн памперсов, но с логистикой вышел полный казус. Во-первых, вагон пришел в Печору, а не в Усинск. В Усть-Куломском районе, к слову, вообще ничего не дождались. А во-вторых, тех, кому не достались средства реабилитации, включая неходячих из дальних районов республики, пригласили в Сыктывкар. Вот в этот офис компании. Школьная 29. Именно сюда должны приезжать инвалиды, допустим, из Усть-Куломского района, чтобы получить причитающиеся им памперсы. Идем по стрелке. Вот он, конечный пункт. И что мы видим? Выдача временно не осуществляется. Получается, и ехать из района смысла нет. Это хорошо еще, что региональный ФСС по контракту обязан оплатить распределение подгузников лишь постфактум, безо всякой предоплаты. Впрочем, как считает руководитель общественной палаты Коми Маргариты Колпайщикова, людям с ограниченными возможностями от этого не легче. На сегодняшний день те же памперсы предназначены для людей достаточно серьезные, тяжелобольных. И люди ждут этого, как Мамы Небесные, потому что это очень важно. Иметь вот эти средства, находясь в быту, дома. А то, что получают они, не дают им возможности комфортно чувствовать себя. Поэтому проблема огромная. И, наверное, инвалидов она в меньшей степени волнует, что эти фирмы не получат деньги. И в большей степени волнует только одно это качество и вовремя выданные памперсы. Руководитель фирмы «Глобула» Евгений Мальчиков, человек красноярски известный, можно сказать, даже скандально известный. Помощника депутата от ЛДПР и его фирмы «Глобула» в феврале этого года уже обвиняли в подлоге документов при распределении госзаказа. Скандал вышел изрядный. И теперь Евгений в раздаче своих комментариев журналистам осторожничает. Не через час, не через два разговора с Евгением Мальчиков. С Евгением Мальчиковым так и не случилось. Хотя, как ранее заявили в самой фирме, они до поставки памперсов вообще слышат впервые. По бумагам у них все в порядке. Максим Васильев, Василий Янин, Алексей Прошуков, телеканал Юрген, Сыктывкар.